Превращение одного вида энергии в другой Энергия постоянно превращается и переходит из одного вида в другой. Это можно наблюдать при работе различных механизмов в окружающем нас мире. Потенциальная энергия переходит в кинетическую и наоборот. Потенциальная энергия падающей воды с вершины водопада превращается в кинетическую. Заведенная пружина, раскручиваясь, двигает стрелку по циферблату часов. Даже качаясь на качелях, мы будем наблюдать изменения и переход одной энергии в другую. Рассмотрим взаимное превращение энергии на примере маятника Максвелла. В начальном положении, когда диск располагается вверху, а на осях намотана нить, диск обладает только потенциальной энергией. Опустив маятник, он начинает движение вниз. При этом потенциальная энергия уменьшается и превращается в кинетическую. Скорость диска растет и достигает своего максимума в нижнем положении. Вращательная энергия внизу столь велика, что начинает накручивать на оси диска нить, и он начинает подниматься вверх. При увеличении высоты его потенциальная энергия возрастает, а вот скорость движения диска снижается, а значит кинетическая энергия уменьшается. Вверху диск на мгновение останавливается, то есть кинетическая энергия равна нулю, она вся перешла в потенциальную. Затем движение возобновляется и процесс повторяется снова и снова. С каждым разом диск поднимается на все меньшую высоту. Это связано с тем, что часть энергии расходуется на трение воздух и трение шнура. Взаимное превращение энергий также можно наблюдать при столкновении упругих тел, например резинового мячика и поверхности земли. Поднимем резиновый мячик на высоту и отпустим, он начинает ускоренно падать. С увеличением скорости кинетическая энергия возрастает, а вот потенциальная падает. В нижнем положении скорость и кинетическая энергия максимальны, а вот потенциальная равна нулю. При ударе мяч деформируется и кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию сжатого мяча и поверхности. Под действием упругих сил мяч и поверхность распрямляются и принимают первоначальную форму, при этом мяч отскочит от поверхности земли. Потенциальная энергия снова перешла в кинетическую. При дальнейшем подъеме кинетическая энергия снова переходит в потенциальную энергию и полностью в нее превратится в максимальной точке подъема мяча. Затем процесс повторится снова и будет повторяться до тех пор, пока энергия системы не израсходуется за счет трения мяча воздух и поверхность. Наблюдая за превращениями энергии, ученые пришли к выводу, что энергия не исчезает и не возникает из ничего, она только переходит из одного вида в другой, от одного тела к другому. Иначе это утверждение называют законом сохранения энергии. Причем мы рассмотрели только механическую энергию, другие виды будут изучены в старших классах. Подумайте и ответьте, какие превращения энергии происходят при стрельбе из лука? При стрельбе из лука потенциальная энергия натянутой тетивы переходит в кинетическую энергию движения выпущенной стрелы. Превращение потенциальной энергии ветра, падающей и движущейся воды, энергии приливов – экологически чистые способы добычи электроэнергии. Эти источники, обладая энергией, передают ее колесам, которые приводят в движение турбины, соединенные с валом электрического генератора. При таких способах получения электроэнергии не выделяются вредные вещества, загрязняющие окружающую природу. Субтитры создавал DimaTorzok